Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Полетела на землю И разбилась В требезги Миллионы его осколков Наделали еще больше бед Чем само зеркало Некоторые из них Были не больше песчинки Они разлетелись по белу свету Попадали людям в глаза И оставались там навсегда Человек с таким осколком Начинал видеть все Все в плохом свете Замечал в окружающих Только их дурные стороны Дело в том, что каждый Крошечный осколок Обладал той же силой Что и зеркало Попадались и такие большие осколки Что их можно было вставить В оконную раму Из других люди делали себе очки Некоторым людям Мелкие осколки попадали Прямо в сердце И это было хуже всего Сердце превращалось В кусок льда А злой тролль хохотал Да колик Так его щекотал Успех этой выдумки Но по свету Летало еще много Осколков зеркала Послушаем же про них Это зеркало Мое гениальное изобретение Самое гениальное Проверьте же Как оно работает В нем все должно выглядеть Отвратительно Только посмотрите Какое уродство Взгляните Какое все корябое О-хо-хо Наш учитель Пеней Отлично Зеркало работает идеально А теперь покажите его Всему белому свету Рассеем раздор и смуту Среди людей Мы заставим всех Посмотреться в это зеркало Хе-хе-хе О-хо Смотри какие гадкие отражения Давай найдем их все Зеркало Разлетелись По всему миру Замечательно Осколки разбитого зеркала Принесут в мир Еще больше зла В одном городе Было столько домов и людей Что не всем из них Удавалось отгородить себе Местечко для сада Но жили здесь Двое бедных детей Кай и Герда У которых свой садик был Они не были в родстве Но любили друг друга Как брат и сестра Кровли их домов Сходились А под ними Проходили водосточные Желоба В эти Желоба Родители поставили Большие деревянные ящики С горохом Розами И зеленью Летом Кай и Герда Часто ходили По крыше В гости Друг к другу И сидели На стамечке Под розами Но зимой Это удовольствие Прекращалось Чтобы попасть Друг к другу Теперь надо было Спуститься На много-много Ступеней вниз А затем Подняться Настолько же Вверх Окна Покрывались Ледяными узорами На дворе Перепархивал Снежок Это роятся Белые пчелки Сказала Как-то раз Бабушка А у них тоже Есть королева Спросил мальчик Он знал Что у настоящих Пчел Есть такая Есть И зовут ее Снежной королевой Ответила бабушка Часто по ночам Пролетает она По городским улицам И заглядывает В окошки Оттого-то Они покрываются Ледяными узорами Словно цвета А снежная королева Не может войти сюда Спросила девочка Пусть попробует Сказал мальчик Я посажу ее На теплую печку Она и растает Вечером перед сном Кай вскарабкался На ящик И поглядел в окно На улице Порхали снежинки Одна из них Упала на цветочный ящик И начала расти Пока не превратилась В женщину В тончайшем Белом тюле Как будто Сотканом Из снежных Звездочек Она кивнула Каю И поманила Его рукой Но мальчуган Испугался И спрыгнул на пол Тогда Мимо окна Промелькнуло Что-то похожее На большую Белую птицу На другой день Был славный Морозец Но затем Началась Оттепель А там Пришла и весна Дети опять Сидели в своем Маленьком садике На крыше Девочка Выучила песенку В которой Говорилось о розах И пела ее Мальчику Розы в долинах Цветут Красота Скоро Узрим мы Младенца Христа Кай Давно мы не ухаживали За цветником Да Надо привести его В порядок Поможешь нам? Для начала Уберем сорняки Вот так Теперь они не мешают Свежим росткам А сейчас надо подрезать Сухие ветки и листья Нам понадобятся Садовые ножницы Когда веточек Слишком много Их подрезают Чтобы они не мешали Друг другу Отлично Осталось спалить Это удобно делать Лейкой Герда А что это у тебя За книга? Это энциклопедия Про животных Давай посмотрим вместе Нам надо найти Для каждого животного Свои силуэты Помогай Точно Это правильно Идиотерно Это лошадь Домашнее животное Которое может возить Грузы или людей Вот такие Мывают животные На свете А я выучила Для тебя песенку Кай Спой же ее Розы в долинах Цветут Красота Скоро Узрим мы Младенца Христа Какая Прекрасная Песня Однажды Кай и Герда Рассматривали Рассматривали Две розы Кай Что ты делаешь Закричала девочка А он Увидев ее Испуг Вырвал еще Одну И убежал В свое окно Теперь он Ругал Любую книжку Которую ему Приносила Герда А в бабушкиных Рассказах Придирался К словам Затем он стал Передразнивать Ее походку Надевать ее Очки И подражать Ее голосу А скоро Мальчик Научился Передразнивать И всех Соседей Он отлично Умел Выставить На показ Все их Странности И недостатки Он передразнивал Даже маленькую Герду Которая Любила его Всем сердцем Однажды Кай Явился В больших Рукавицах С санками За спиною И крикнул Герде В самое Ухо Мне позволили Покататься На большой площади С другими Мальчиками И убежал На площади Каталось Много детей Те, что были Посмелее Привязывали Свои санки К крестьянским Саням И уезжали Таким образом Довольно далеко В самый разгар Веселья На площади Появились Большие Белые сани В них Сидел человек В белой Меховой шубе И такой же Шапки Сани Объехали Кругом площади Два раза А Кай Живо Привязал К ним Свои санки И покатил Большие сани Понеслись Быстрее И затем Свернули С площади В переулок Кай Порывался Отвязать Свои санки Но человек В шубе Кивал ему И он Ехал дальше Так они Выехали За городские Ворота Уже Стемнело И кругом Не было Вид на низги Санки Санки Снежная Королева Ты 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 Совсем Замерз Спросила Она Полезай Ко мне В шубу И посадив Мальчика К себе В сани Она Завернула Его В свою Шубу Кай Словно Опустился В снежный Сугроб Все Все Еще Мерзнешь Спросила Она И поцеловала Его В лоб Ее Поцелуй Пронзил Его Холодом Насквозь И дошел До самого Сердца Которое И без того Уже Было Наполовину Ледяным А когда Снежная Королева Поцеловала Кая Еще Раз Он Позабыл Герду Бабушку И всех Домашних Кай Взглянул На нее Она Была Так Хороша Более Умного Прелестного Лица Он Не мог Себе И представить Теперь Она Не казалась Ему Ледяною Как в тот Раз Когда он Видел Ее За окном Теперь Она Казалась Ему Совершенством Сани С королевой И Каем Взвелись На темное Свинцовое Облако И понеслись Вперед Буря Выла И стонала Словно Распевая Старинные Песни Они Летели Над лесами И озерами Над морями И твердой Землей Под ними Дули Холодные Ветры Выли Волки Сверкал Снег Кричали Черные Вороны А над Ними Сиял Большой Ясный Месяц Я покажу Во что мы Играем На главной Площади Своего Городка Самое Любимое Кататься На санках Помогай Мне Отлично Давай еще Раз Все Надоело Кататься Хочу Лепить Снеговика Сегодня Снега Много Навалило Ну вот и Наш Снеговик Как живой Только бы Еще Одеть Его Нет Да То что Нужно Ух ты Какие Красивые Сани Вот бы На них Прокатиться Нужно Привязать К ним Мои Санки Мы С ребятами Так Часто Делаем Поможешь Мне Туда Добраться Помоги Мне Добраться До Красивых Саней Отлично Спасибо За помощь Езжай Ты Не Останавливайся Что же Было С Гердой Когда Кай Не Вернулся Никто Не Знал Куда Он Девался Никто Не Мог О Нем Ничего Сообщить Мальчики Рассказали Только Как Он Привязал Свои Санки К Большим Красивым Саням Которые Потом Свернули В переулок И Выехали За Городские Ворота Наконец Все Решили Что Он Утонул В реке Протекавшей За городом Много Было Пролито О нем Слез Долго Тянулись Мрачные Зимние Дни Но Вот Настала Весна Выглянуло Солнышко А Герда Все Горько Плакала О Кае Кай Жей Вдруг Сказал Ей Солнечный Свет Кай Жив Защебетали Ласточки Так Повторилось Несколько Раз И Наконец Герда Сама Стала В это Верить Надену Кай Свои Новые Красные Башмачки Кай Еще Ни разу Их Не Видел Сказала Она Однажды Утром Да Пойду К реке Спросить Про Было Очень Рано Она Поцеловала Спящую Бабушку И побежала Одна Денешенька За город Прямо К реке Правда Что ты Взяла Моего Названного Братца Спросила Она Реку Я Подарю Тебе Свои Башмачки Если Ты Отдашь Его Назад Она Сняла Красные Башмачки Самое Дорогое Что у Нее Было И Бросила Их В реку Но Они Упали Как раз У берега И волны Сейчас Же Вынесли Их На сушу Река Будто Не хотела Брать У девочки Ее Драгоценность Так как Не могла Вернуть Ей Кая Девочка Подумала Что бросила Башмачки Недостаточно Далеко Она Влезла В лодку Качавшуюся В тростнике Встала На самый Крайшек Кормы И Опять Бросила Башмаки В воду Лодка Тем временем Отошла От берега Слишком Далеко Девочка Хотела Выпрыгнуть На сушу Но Уже Было Поздно Она Испугалась И принялась Плакать И кричать Но никто Кроме Воробьев Ее Не слышал Лодку Уносила Все Дальше А Герда Не зная Что делать Сиделась Мирно Берега Реки Между тем Были Очень Красивы Повсюду Виднелись Чудесные Цветы Высокие Раскидистые Деревья Луга На которых Паслись Овцы И коровы Но не было Ни одной Человеческой Души Может Река Несет Меня К Каю Подумала Герда И долго Любовалась Зелеными Берегами И вот Она Приплыла К большому Вишневому Саду Где Приютился Домик С цветными Стеклами В окошках И соломенной Крышей У дверей Стояли Два Деревянных Солдата Герда Закричала Им Она Приняла Их За живых Но Они Не ответили Она Подплыла К ним Ближе И закричала Еще Громче Из Домика Старая Пристарая Старушка В большой Соломенной Шляпе Расписанной Чудесными Цветами Ах ты Бедная Крошка Сказала Старушка Как ты попала На такую Большую Быструю Реку Да забралась Так далеко С этими словами Старушка Вошла В воду Притянула Лодку Своей Клюкой И помогла Герде Сойти На берег Герда Была рада Что очутилась Наконец На суше Хоть и побаивалась Незнакомой Старушки Ну Пойдем Расскажи мне Кто ты И как сюда попала Сказала Та Герда Стала Рассказывать Обо всем А когда Закончила Спросила Старушку Не видала Леонакая Этого Не была Не была Злою Сделав Сделав Старушка Повела Герда Старушек Но как бы Много Их Не было Ей Все Таки Казалось Что Какого То Не хватает Как-то Раз Она Сидела И Рассматривала Соломенную Шляпу Старушки Расписанную Цветами Самым Красивым Из них Была Роза Старушка Забыла Убрать Ее Когда Спрятала Живые Розы Под землю Как Тут Нет Роз Сказала Герда И сейчас Жи побежала Искать Их По всему Саду Но не Нашла Ни Одной Тогда Девочка Опустилась На землю И заплакала Теплые Слезы Упали Как Раз На то Место Где Прежде Стоял Один Из Розовых Кустов И Как Только Они Смочили Землю Куст Мгновенно Вырос Такой Жи Свежий Цветущий Как Прежде Герда Обвела Его Ручками Принялась Целовать И Вспомнила О розах Что Цвели У нее Дома А Вместе С тем И О Кае Как же Сказала Девочка Мне Ведь Надо Искать Кая Герда Решила Спросить Про Кая У Цветов Но Каждый Цветок Грелся На солнышке И думал Только О собственной Истории Герда Герда Поговорила С Лилией Венком Подснежником Гиацинтами Одуванчиком И даже С Нарциссом Но Никто Ничего Не Сказал О Кае И Герда Побежала И Лишнюю И Теперь Мне Действительно Пора В Путь Хорошо Хорошо Моя Милая Только Позволь Мне Причесать Тебя Перед Дорогой Где-то Здесь Лежал Мой Гребень Где же Он Может Быть Вот Вот Живо Спасибо За Помощь Гребень Волшебный Гребень Чудесный Избавь От Тревог Дитя Столь Прелестный Ну Вот И Все Как Мне Стало Легко Как Мне У Вас Нравится И Такой Красивый Сад Но Мне Кажется Что В нем Чего-то Не Хватает Это От Того Что Ты Устала У Меня Есть Комната Для Тебя Где Ты Сможешь Отдохнуть Но Я Давно Туда Не Заходила Так Что Придется Немного Прибраться Нужно Навести Порядок В комнате Для Начала Уберем Паутину Теперь Поправим Занавески А Сейчас Оправим Кровать Теперь Уберем Корзинку Осталось Убрать Книги Розы В саду Не хватает Роз Как Ж Я могла Забыть Про Кая И Наши Розы Мне Пора В дорогу